Пять главных загадок, которые оставила эпоха Ельцина. 90-е годы, именуемые Ельцинской эпохой, один из самых драматичных периодов в нашей истории. И по сей день многие события Лихово с десятилетия вызывают немало вопросов. Виновен ли Ельцин в развале СССР? Очень часто наряду с Горбачёвой ответственным за развал Советского Союза называют Ельциной. Формально они существуют. Одним из ключевых событий, все трясших партийную номенклатуру, стало заседание Политбюро ЦК КПСС 11 ноября 1987 года. Этот день первый секретарь Московского горкома КПСС Борис Ельцин выступил с оглушительной критикой деятельности Политбюро, обвинив его в игнорировании проблем простых дружинников, создания товарного дефицита, затягивания войны в Афганистане, засилия в стране, бюрократии и коррупции. Эмоциональный спич будущего российского президента о скобом крах советской политической системы. Пиком антисоветской деятельности Ельцина стало подписание совместно с лидерами Украины и Белоруссии Головежских соглашений, прекративших действия Союзного Павла. Договоры 1922 года. Зачем была назна шоковая терапия? В конце 1991 года с целью преодоления угрозы голода и тотального дефицита товаров, президент Ельцин принял решение провести кардинальные экономические реформы, предложенные командой Егора Гайдара. Но почему был выбран вариант шоковой терапии, а не альтернативные программы Абалкина или Глазьева, которые на селе? Более последовательный характер до конца не ясно. Итогами Гайдаровских реформ стала резкая девальвация рубля и существенное падение доходов населения. За год цены на товары и услуги по самым скромным расчетам выросли в 10 раз. В стране расцвела наркомания и проституция. Вернулась такое забытое явление, как беспризорность. Началось время бартера и криминального бизнеса. Кто ответственен за штурм Белого дома? В октябре 1993 года затянувшиеся пути восстания имеют президентом Ельцином и Верховным Советом, который возглавлял фаспу Белого дома и беспорядкам в столице, во время которых погибло по меньшей мере несколько десятков мирных граждан. Страна резко изменила вектор своего развития. Трагедии можно было избежать. Конфликт между парламентом и президентом вмешался глава РПЦ Аликси II, предложивший свои посреднические услуги. Казалось, противоборствующие стороны уже стали на путь дипломатического урегулирования конфликта. Однако 3 октября ситуация резко обострилась. Некоторые считают, что виной всему провокаторы – политтехнологии или подтасовка. Считается, что вторые выборы президента России, прошедшие летом 1996 года, стали образцом реализации политических технологий, когда действующий глава Российской Федерации Борис Ельцин, безнадежно остававший признан президентской гонки от лидера коммуниста Геннадия Суданова, смог в итоге опередить своего конкурента. Уже в ноябре 1996 года предвыборная кухня была детально препарирована журналистом Андреем Фаденом в общей газете. В статье «Семибанкирщина, как от новоросский вариант, семибоярщина» автор показал возможности российской финансовой элиты, имеющей доступ к бюджетным средствам и влияния на крупнейшие смысл в стране. Почему случился дефорт в 1998 году, в черный понедельник 17 августа 1998 года. Подвел черту под неспособностью государства платить по своим долгам. Для населения это означало трехкратные потения курса рубля по обнушению в доллары, обысценивая вкладок и стремительный рост инфляции. Однако, как считают в институте Гайдара, дефорт случился гораздо ранее. По данным экономистов, уже в мае 1997 года около 50% работающих респондентов получали заработную плату с содержками, а 15% не получали ее вовсе, что фактически означало банкротство государства. Другая причина черного понедельника может крыться в нецелевом использовании средств, выделенных Россией зарубежными кредитными организациями. Депутат Госдумы Виктор Илюхин сообщал, что некий иностранный дипломат в 1999 году принес ему папку, в которой содержалась информация об огромных суммах, поступавших в Россию в качестве транша от ГНБ и оседавших на счетах российской элиты. Субтитры создавал DimaTorzok